Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. Сегодня я вам покажу, как избавиться от старого татуажа бровей с помощью ремовера. Удалять мы будем на ремовере Revive Wing. Мне он больше всего нравится, я перепробовала очень много ремоверов. Конечно, в этом видео мы с вами поговорим, что же такое и лазерное удаление, потому что у нас два существующих метода удаления. Это удаление ремовером и лазером. И вот эти два метода действуют совершенно по-разному. Но прежде всего начнем с процедуры, и в процессе я буду вам уже рассказывать какие-то подробности и детали. Не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал, мне будет очень приятно. Итак, для процедуры нам потребуется аппарат для перманентного макияжа. Это моя машинка Белар. Картриджи, единички либо тройки. Я предпочитаю наносить ремовер тройкой, потому что большее количество ремовера остается между вот этих трех иголочек, и получается большее количество вносится в кожу. Поэтому я буду использовать картридж троечку, диаметр 0,30. И у меня, как вы видите, средняя заточка МТ. Но это так не принципиально, на самом деле, как при выполнении процедур перманентного макияжа. Самое главное здесь ремовер опустить на ту глубину, которая нужна. И в случае ремовера состав вносится чуть поглубже в кожу, если сравнивать с перманентным макияжем. Вольтаж себе я уже поставила 5,6 вольт. На краткоходе я всегда работаю на таком вольтаже. Ну и сейчас нам останется зарядить иголочку и приступим к процедуре. Кстати, один лайфхак для тех, кто удаляет ремовером. По структуре ремовер напоминает такую вязкую густую сметану. И очень часто основное действующее вещество оседает на донышке. Поэтому я открываю, так снимаю пипочку и одноразово микробрашем прям перемешиваю. И чувствуется вот эта густота на дне. Нам нужно ее хорошенько перемешать, чтобы действие и удаление было более эффективным. После того, как я перемешала, закрываю и еще раз хорошенько взбалтываю. И вот такой вот жижей как раз и мы делаем удаление. Моя клиентка лежит под анестезией уже минут 15-20. И мы начнем удаление с одной бровки. Сейчас с одной брови уберем анестетик. Само удаление элементарное и сложного абсолютно ничего нет. Мы пользуемся микробрашиком и работаем поэтапно. То есть выбираем себе, например, какую-то часть, вот сантиметрик. На этот сантиметрик микробрашиком я наношу ремовер. И точно так же набираю как пигмент ремовер в свою машинку. Натягиваю кожу и вот такими движениями мелкими внутри кожи прорабатываю. И иду чуть поглубже, чем в случае с перманентом. Потому что нам нужно достать до этого старого пигмента. Работаем до выделения сукровицы. Вот как только сукровица начала выделяться, ремовер окрашивается в такой зеленоватый гнойный оттенок. Значит, вы идете в правильном направлении. И поместили, опустили, точнее даже, ремовер на ту глубину, которая нам и нужна. Иглу я не поднимаю, веду все внутри кожи. Кстати, поговорим с вами о преимуществах ремовера. Потому что у каждого метода удаления есть свои плюсы и минусы. Вот в случае с ремовером какие плюсы? Ремовер у нас действует таким образом, что оттенок пигмента не изменяется при удалении. Он просто светлеет. Поэтому, если вас устраивает оттенок бровей, либо же вы удаляете губы, они просто светлеют, ничего никак не меняется. Но в случае же с лазерным удалением, лазер действует по-другому. Он изменяет оттенок на противоположный. То есть, если вы видите, пришли такие синюшные серые брови, после удаления лазером они станут более теплого цвета. Если же пришли там теплые брови, после удаления они станут более прохладного оттенка. Это плюс с бровями, потому что можно сделать цветокоррекцию и изменить оттенок на более адекватный. Например, сделать серые брови чуть более теплыми. В случае же с губами лазерное удаление – это вообще отвратительно смотрится, потому что цвет губ также изменяется, и какое-то время клиент ходит с серыми губами. Поэтому в случае, например, удаления татуажа с губ я всегда использую ремувер. Но если сравнивать два этих метода, то более явное удаление в любом случае после лазера, потому что там происходит изменение оттенка, и лазер чуть быстрее расщепляет эти частички пигмента. Вот у меня оттенок ремувера начал зеленеть, значит мы идем в правильном направлении. Этот участок я прошла и удаляю смоченным ватным диском и делаю такой же второй проход. Все то же самое по этому месту. У нас всего должно быть два таких прохода. Как ощущения? Нормально? Не больно? Я внутри кожи работаю. Могу такими кружочками проштриховывать, могу как зигзагом вносить ремувер. Это не важно. Самое главное, чтобы вы чуть посильнее нажимали и не проходили мимо ни одного кусочка. То есть все нужно проработать от и до. Пошел зеленеть, значит реакция пошла. Так, все, прошлись второй раз. Идем дальше. Следующий участок, также сантиметр, наносим ремувер, чтобы побольше туда внеслось. И прорабатываем точно так же плотненько внутри кожи. У меня в студии вообще два метода удаления. И лазер, и ремувер имеется, потому что, как я уже сказала, у них действия немножко разные. Еще один плюс ремувера, то что он видит все абсолютно цвета. Это я говорю про оксид титана, белила, бежевые пигменты и все его оттенки. Либо даже в составе пигмента может быть большое количество оксида титана. Поэтому остаток после удаления, вот, например, были серые брови, вы удаляете, удаляете лазером. А потом пошла такая зелень некрасивая, либо желтизна. Это значит, что в составе пигмента либо же какой-то слой, может быть, перекрывали. Раньше так делали, кстати, старый татуаж. Брали бежевым, замазывали и заново рисовали. Если, в общем, есть в коже бежевый, он в любом случае вылезет, рано или поздно. И вот вы удаляли серость там или красноту лазером, и у вас остался желтый оттенок. И вот такой желтый-зеленоватый цвет очень тяжело вывести. И на помощь приходит только ремувер, потому что ремувер не избирателен, он просто осветляет любой абсолютно цвет. А вот именно лазер, оксид титана, не видит. Все цвета прекрасно лазер удаляет, кроме оксида титана. Поэтому, конечно, если вы в поиске идеальной таблетки и идеального решения для удаления старого татуажа, конечно, мой вам совет пользоваться и тем, и другим методом, потому что у них разное действие. Вот я дошла, и этот кусочек мне еще чуть нужно пройтись. Вот я еще прям обильнее, еще прохожусь, чтобы побольше состава внести в кожу. Эти частички ремувера больше и плотнее по составу, и они как бы выталкивают частички пигмента на поверхность. Бывает даже такое, что после первого удаления, ну, если прям очень такой глубокий вековой татуаж и глубоко сидит, бывает такое, что после первого удаления как будто брови чуть ярче становятся. Это значит, частички пигмента поднялись к поверхности. Но это редко бывает, но если такое вдруг произойдет с вами, не пугайтесь. После второго удаления бровки уже хорошо посветлеют. Вот, я прошлась. Сейчас вот этот ремувер вместе с укровицей промокну, и еще наношу сверху ремувер микробрашиком, чтобы он подпитался, и сверху заклею пленочкой, чтобы усилить эффект. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мы закончили процедуру. Я нанесла на вторую бровку точно так же, как и на первую ремувер и закрыла ее пленочкой. Такую ванночку нужно оставить минут на 15, чтобы усилить действие ремувера. После этого я удаляю ремувер, насухо вытираю и отпускаю клиентку домой. Я надеюсь, вам понравился этот ролик, поэтому не забывайте писать комментарии, они меня очень радуют. ставить лайки и подписываться на мой канал. А мы с вами не прощаемся, увидимся в следующем ролике. Пока-пока!